Сегодня, братья и сестры, мы с вами совершали торжественное всеночное бдение, посвященное субботе, которое носит название Дмитриевской. Мы с вами знаем, что Великим Постом Вселенские совершаются богослужения, посвященные молитвенной памяти о усопших. И это молитвенное поминовение усопших существует во всех православных церквях. А вот Дмитриевская суббота отмечается прежде всего у нас в Русской Православной Церкви, потому что эта память, она неразрывно связана с важнейшим в нашей истории, одним из самых важных в нашей истории событий. Это Куликовской битве. Хотя, конечно же, были, несомненно, огромнейшие потери. Почти в каждый дом русской семьи вошла вот эта военная драма. Было так много погибших, что вот эта вот смерть, она коснулась почти каждой семьи. Так как и враг был весьма силен, тем более вот страх перед этим врагом, страх перед татаро-монгольским игом был велик. Обложена была наша страна данью, забирали людей в рабство. Действительно, преодоление этого страха перед таким могущественным противником, могущественным врагом был очень велик. Поэтому не только военная победа в этом сражении, в этом еще называют Мамаевым побоищем, так как Мамай руководил соединенными вот этими войсками, которые противостояли Дмитрию Донскому. Не только это была военная победа, но это была победа моральная, это была победа духовная. Не надо думать, что сразу же освободились мы от Иго, и Иго собирали, и Тахтамыш потом сжег Москву. Были и впоследствии большие потери, но тем не менее, совершилось вот это вот, можно сказать, торжество православия и торжество духа. Люди перестали уже так бояться, увидели, что противника можно побеждать, несмотря на его такое вот разностороннее превосходство. И в количестве войск, и в разнообразии этих войск. Известно, что даже вот у монголов, допустим, не было своей пехоты, в основном армия была кавалерийская, но пригласили генуэзскую пехоту, которая была весьма дисциплинированная, хорошо вооруженная. И несмотря вот на такие войска, которые были призваны под знамена Мамая, вот было им нанесено это поражение Дмитрием Донским. Но не в честь Дмитрия Донского названа эта суббота, но в честь Дмитрия Солунского, память которого в этом году будет совершаться во вторник. То есть суббота перед праздником Дмитрия Солунского, она называлась Дмитриевской и также называется и поныне. Вот эта вот связь во время родительских суббот, во время такого вселенского или касающегося всей нашей церкви поминовения усопших, она чрезвычайно важна. Во-первых, она нам напоминает и о нашей временной жизни. Также она напоминает нам о том, что человеческая душа, она бессмертна. Поэтому даже до воскресения мертвых эта душа хранит сознание и явный и явственный отпечаток личности человека, точнее сказать, даже сама является носителем этой личности. И никуда не исчезает, не засыпает, никуда никак не изменяется. Поэтому мы, перечисляя имена усопших, непосредственно обращаемся к ним. И это обращение не только помогает этим людям расстаться с теми прегрешениями, в которых они не успели покаяться в течение земной жизни, но и обогащает нас. Вот это вот общение обогащает нас, потому что мы соприкасаемся не только с людьми, которые так или иначе прегрешили во время земной жизни, но были еще и правильными, совершали прекрасные в жизни поступки, преодолевали многочисленные трудности и охотно вот своим духовным опытом делятся с нами в те особенно дни, когда мы сугубо их поминаем. Поэтому, конечно же, надо не просто записочку написать неразборчивым почерком и заплатить за нее какую-то там копеечку, но непосредственно обращаться к ним во время этих заупокойных служб. Конечно же, не забывая о них и во все остальные дни, но вот сейчас вот как бы такой невидимый портал открывается между нами и ими. Поэтому мы, если молимся внимательно, то, конечно, сердцем и душой чувствуем их присутствие и заботу о нас грешных. Вот о чем хотелось сегодня напомнить и сказать, а также у нас предстоит завтра в 13 часов уборка храма, поэтому 12.30, 12.30. И кто сможет и захочет прийти, принять в этом участие, приносите с собой необходимое орудие уборки, моющие средства. Просю Господи. Я хотел пояснить, под орудие имеется в виду тряпочку, только не полиэтиленную, а хлопчатую бумажную. И также хотел вам напомнить, что 14 ноября у нас будет наш храмовый праздник, День Святой Бесильника с Медемианом. Будет архиерейское служение, служить будет епископ Силуан Павлопосадский по благословению Святейшего Павла Кирилла. Благослужение начнется в понедельник в 9 утра. Просьба ко всем, кто все-таки сможет прийти, потому что рабочий день, я очень опасаюсь, что мало будет народа, как будет некрасиво, престольный праздник. Так что, кто сможет, обязательно придите. При этом, помните, что в 9 это встреча архиерея, то есть мы все должны уже здесь в 9 часов быть здесь, до 9, чтобы не было так, что архиерия переехала, никого нет, а потом будут так люди тянуться. Пожалуйста. И накануне вечером воскресенья 13-го, 18-го будет все ночное бдение, тоже хорошо прийти, помолиться, поблагодарить Бога за этот храм, за общину нашу. Так что давайте вот это все себе запомните. Ну и, конечно, кто сможет завтра прийти, будет очень хорошо, потому что лучшее украшение храма – это просто чистота, конечно. Хорошо, всех благодарим за молитвы, с миром и языком, ангелы-хранители, всем пути. Благодарим хор за прекрасное пение, помогать.